Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Радио Болтком Наталья Михайлова. Начинается программа «Разворот». И сегодня мы приготовили для вас очень важную, актуальную, интересную тему. Это открытие рынка электроэнергии с 1 апреля 2014 года. Как вы знаете, все пользователи электроэнергии, включая домохозяйство, будут покупать электроэнергию на свободном рынке. Очень много вопросов в связи с этим и у наших радиослушателей было, и у читателей, и у зрителей, у всех. И поэтому сегодня мы пригласили в гости директора по договорам с клиентами предприятия «Садл и Стыклс» Венса Клей Каладиса. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, напомню сразу, что предприятие «Садл и Стыклс» обеспечивает поставку электроэнергии до каждого клиента. То есть, я так понимаю, заведует инфраструктурой, которой будут пользоваться вот эти продавцы электроэнергии. Да, верно. Мы то предприятие, которое доставляет вами купленную электроэнергию до каждой вашей квартиры, до дома, независимо от того, кто продает электричество, саму доставку, где производим мы. Угу. Ну вот у многих в связи с этим был такой вопрос. Сразу вот озвучу его. «Садл и Стыклс» предприятие «Латвэнерго». Как же вот остальные будут пользоваться его инфраструктурой? Это инфраструктура наша, и независимо от того, кто продает электричество, наши услуги по одинаковой цене, наши услуги, цену на наши услуги регулирует… Регулятор общественных услуг, он будет устанавливать тарифы, да. Да, наши тарифы уже давно установлены, в том числе они включены в конечный тариф для привлеченных потребителей на данный момент. Наши тарифы не меняются. Ну, если у вас будут меняться тарифы, как я понимаю, которые будут утверждать регулятор, то, соответственно, будут меняться, видимо, тарифы и у тех продавцов электроэнергии, которые будут пользоваться вашими услугами. Да. Ну, и, соответственно, у потребителей. Да, но на данный момент мы не планируем менять наш тариф. Да. Ну, то есть, инфраструктура абсолютно для всех общая, для всех участников рынка и для всех по одинаковым тарифам. Да. Несмотря на то, кто вам будет торговать электричество, провода, счетчики, контакты, ничего не меняется. Все остается на своих местах. Давайте сначала с самого простого начнем. Что должны сделать потребители? Я так понимаю, что сейчас царит такая легкая паника в рядах не только домохозяйств частных, но и даже юридических лиц, фирм, которые пока вот не знают, как это, отпустили, значит, свободное плавание участников рынка электроэнергии. Что же теперь? Вот, допустим, большинство у нас было привязано к все-таки клад в энерго. Что теперь делать дальше-то? Ну, с 1 апреля каждый потребитель может выбрать себе самого выгодного торговца электроэнергии. Самое подходящее предложение конкретного торговца электроэнергии – это желательно сделать до 15 марта, если вы хотите покупать электроэнергию у конкретного торговца с 1 апреля, потому что торговец электроэнергии нам сообщает до 15 марта о тех клиентах, которым он торгует электричество с 1 апреля. То есть за 2 недели он вам должен сообщить? Да. Да, если потом передумает клиент? Если клиент не успевает выбрать себе самое подходящее предложение, это ничего страшного не случается, электричество будет, и электричество будет как универсальная услуга, то есть на год фиксированная цена с того момента, когда ты получаешь универсальную услугу, и в любой момент ты можешь менять торговца электроэнергией. То есть даже если вот через месяц я захочу поменять все равно? Да. Там нет никаких универсальной услуги, нет никаких плат за расторжение договора, это в принципе договор без договора, так можно сказать, потому что если вы до сих пор получали электроэнергию с одного конкретного торговца электроэнергией, и не выбрали себе конкретный продукт, то вы будете с того же торговца электроэнергией получать электроэнергию с универсальной услугой. То есть сразу давайте с примерами, чтобы было проще всем понять. Но если вы покупали… Если я, например, покупала у Латвэнерго. Да. То вы и впредь будете получать электроэнергию от Латвэнерго, даже если вы абсолютно ничего не сделаете. Хорошо. Но если вы выбрали, то ваш торговец нам сообщает о вашем выборе, и вы получаете электроэнергию из конкретного торговца по конкретной цене. Но ведь вот вы говорите, что инфраструктура для всех общая, но насколько я знаю, нужно будет участникам рынка как-то доплачивать за то, что вкладывать как-то в инфраструктуру доставки собственные средства тоже? Это не совсем верно. В Латвии было решено для клиента сделать более простой выход в рынок, чем в соседних странах. И в Латвии сделано так, что для частного лица один договор с торговцами электроэнергией, один счет со стороны торговца электроэнергией, и одно клиентное обслуживание со стороны торговца электроэнергией. Что выражает то, что один счет? В этом счете так же, как сейчас, только сейчас это не видно, но впредь будет видно, что в этом счете есть три составные. Это системные услуги, то есть доставка, обязательный вкуп и сама электроэнергия. На две первые, то есть системные услуги и обязательный вкуп, это регулируемые цены, и эти составные потом торговец электроэнергией платит нам, как оператору системных услуг. Но электричество – это чисто дело торговц электроэнергией. Давайте вернемся вот к этим датам. Вот вы сказали, до 15 марта мы должны определиться. Если не определимся, то продолжается прежний договор. Значит, тот, кто, допустим, не хочет, то есть он хочет определиться и перейти, допустим, от одного поставщика, условно, от Латвы Энерго к другому поставщику. Да. Что нужно сделать? Какие практические шаги для этого он должен предпринять? И во что это выльется по стоимости, вот этот переход? По переходам для клиента не стоит ни одной копейки. Ничего вообще. Это бесплатные. Это так же, как от одного мобильного оператора к другому сейчас, да? Но что надо смотреть? Если вы впервые сейчас выбираете торговц электроэнергией, то там никаких, ну, скрытых ничего не будет. Потому что ты выбираешь самые выгодные для тебя предложения конкретного торговца, то тебе более подходит. Выбираешь, заключаешь с ним договор и покупаешь у него электричество. Но если ты потом хочешь менять торговц электроэнергией, то надо смотреть, что ты в договоре подписал. Точно так же, как у мобильных операторов в электроэнергии, если ты хочешь хороший договор, то там может быть и включена плата за расторжение договора. Потому что если торговец электроэнергией для тебя покупает долгосрочно электроэнергию, чтобы тебе дешевле продавать, он хочет знать, что ты долгосрочно будешь покупать у него. Ну да, если ты планировал с ним быть год, а потом решил, что ты будешь два месяца, то он терпит какие-то убытки. Да, и чтобы эти убытки снизить, разрешено торговцу электроэнергией в своих предложениях включать плату за расторжение договора. Напомню, что у нас в гостях сегодня директор по договорам с клиентами предприятия Садл и Стыклс. Предприятие обеспечивает поставку электроэнергии до каждого потребителя. И зовут его Венс Клейкалайдис. Вы нам звоните, пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939. Ну вот такой вопрос, что говорили о том, что нужно открыть рынок и будет увеличиться конкуренция среди торговцев, там более широкий выбор услуг предоставится и так далее. Более прозрачно все будет. Но странно, что главная выгода вроде бы, она должна быть снижение тарифов, снижение, так сказать, цены за эту услугу. А получается наоборот, что повысилось, тарифы повышаются. И причем очень существенно. Сейчас на 7-12%, а говорят о 40%. Какой смысл тогда? Какая выгода потребителям от этого? В чем выгода? Ну, в тот момент, когда приняли эти тарифы, Патвенерго, это стартовый тариф, уже был, в принципе, датирован. После этого повысилась цена на обязательный вкуп. И получилось, что, в принципе, Патвенерго датирует клиентов. Цена за электроэнергию в этом тарифе, который сейчас регулирован, снижена. Она не рыночная цена. И из-за этого получается, что, в принципе, Патвенерго субсидирует каждого потребителя. И это, ну, долгосрочно так продолжаться не может. Или надо было поднимать тарифы, или открывать рынок. Но так как открывать рынок надо все равно, то в данный момент просто открывается рынок. Что мы видим в будущем? На данный момент в Латвии не хватает своих мощностей производства электроэнергии. Но, особенно летом, когда цены у нас выше на электроэнергию, но на Финляндии, пониже, у нас нету возможности их получить оттуда. Если будет сделано новое подключение Литва-Швеции, то там будет возможность получить в Балтии мощности летом, и, в принципе, снизится цена на электричество в летний период. Что в общем счете скажется на снижение цены на электричество. Это одно. Второе, обязательный вкуп уже в этом году предполагается, что совсем немножко, но снизится. Это второе. Зеленая энергия, да? Да. И если это снижается, то опять снижается общая плата. Но, конечно, это снижение, наверное, не будет таким существенным. Да, она несущественная, но все же, хоть маленькая, но есть, но рынок все же не дает расти цену на электричество. Это зависит от возможностей производства электричества как можно дешевле. Но это очень серьезное повышение, если вот говорят даже участники рынка некоторые, что цены могут вырасти чуть ли не на 40%, то это же ударит прежде всего по потребителям, по частным домохозяйствам, которые потребляют как раз-таки вот эти 1200 киловатт в год, ну, и чуть выше может быть. то по расчетам Латвэнерго, те, которые потребляли только стартовый тариф, у них повышается цена, примерно плата за месяц около 5 евро. Что предполагается делать, чтобы снизить удар, особенно по малоимущим? предполагается, что самоуправление будут... Ну, как-то, да, выплачиваются какие-то пособия, но самоуправление откуда возьмут деньги? Ла Плайбес Министерия предполагается... Будет, да, компенсировать что-то? А там около 4 миллионов в этом году. Будет выделено специально на эти цели, да? Я напомню, что у нас в гостях Венс Клайкалайдес, директор по договорам с клиентами предприятия Садел и Стиклс. Наденьте наушники, пожалуйста, у нас есть звонки. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Два вопроса. Первый. Вот, значит, это необходимая компонента, так сказать, зеленая энергия. То есть с увеличением тарифов общих в нашей республике. Значит, я понял, тогда будет и больше оплачиваться вот эта компонента, да? То есть практически производители зеленой энергии, чем выше тарифы у нас в республике, тем больше они будут получать. Разъясните, это первый вопрос. И второй. Значит, и в перспективе. Вот Садел и Стиклы, я понял, будут, наверное, все-таки отдельно юридическим лицом, отдельным от производителя энергии. Во всяком случае, в газовой сфере вот то же самое нам готовят. Вот тогда мне объясните такую ситуацию. Вот сейчас Лат Энерго, как производитель энергии, распределитель ее и говорит, ему нужна прибыль для того, чтобы поддерживать сети, значит, в нормальном порядке. Да? А теперь он от этой деятельности будет, как говорится, отрешен. Уменьшится его прибыль? Или совокупная, вот мое видение этого вопроса, совокупная прибыль, Садел и Стиклы, производители энергии и всех остальных звеньев этой цепочки увеличится? Или теоретически тогда, если у них уменьшится прибыль, значит, отпуск электроэнергии у них тоже должен быть меньше? То есть цена отпускаемой электроэнергии производителям должна уменьшиться? Да. Ну, вы очень много вопросов задали сразу. Мы через несколько минут после перерыва на новости продолжим. Сейчас у нас время новостей 12.30, так что не переключайтесь. На Болткоме разворот. Мы продолжаем наш эфир и мы продолжаем с ответа на вопросы радиослушателя, который задал их перед перерывом на новости. Вы помните, да, про зеленую энергию было и про прибыль Садел и Стиклы. Плата за зеленую энергию не меняется зависимо от того, сколько клиент в конечном счете платит за электричество системные услуги ОИК. Это отдельно рассчитывается и КРОУ утверждает эту плату. Точно так же, как и наши услуги, мы рассчитываем, сколько стоят наши услуги, сколько поддерживания этих линий в рабочее состояние, восстановление, всего оборудования и наши тарифы тоже подтверждает КРОУ. И про прибыль Садел и Стиклс? Ну, мы отдельное предприятие. Нашей акции, конечно, принадлежит Латвэнерго, но мы отдельное предприятие, и мы работаем так, чтобы у нас было хоть маленькое, но прибыль. 6, 7, 2, 12, 9, 3, 9, 6, 7, 2, 13, 9, 3, 9. У нас в гостях директор по договорам с клиентами Вэнс Клейкаледис, директор по договорам с клиентами предприятия Садел и Стиклс. Садел и Стиклс – это оператор, который обеспечивает поставку электроэнергии до каждого клиента. Ну, вот, я так понимаю, что только три компании у нас готовы поставлять энергию домашним хозяйствам, именно вот с частниками работать. А почему только три? Вроде же, больше гораздо участников рынка, в принципе. Да, у нас договора с 17 торговцами электроэнергии. Сейчас еще один хочет заключить с нами договор, но те, которые точно сказали, что они будут предлагать для частного сектора электроэнергии – это Латвэнерго, Балтком, ТВ и Бецега Рига. Еще мы знаем, что две торговцы электроэнергии работают над своими системами, чтобы торговать электроэнергией для частного сектора. Там все же очень много клиентов, и надо все автоматизировать, чтобы не было больших расходов на рассчитывание счета, высылание счета. Ну, все надо автоматизировать, и это, ну, не сразу сделать. Так что они работают, ну, мне трудно сказать, они успеют ли до середины марта свои предложения предложить для клиентов. А три, вот почему только три? Так мало. Вроде бы рынок открывается, казалось бы, пожалуйста, работайте. Что там, может быть, не отрегулированы какие-то у нас вопросы? Когда рынок открывался для юридических лиц, в принципе, он открывался для всех клиентов в 2007 году. Любой клиент этого времени с середины 2007 года может покупать электроэнергию на рынке. В тот момент, в принципе, были только два торговца электроэнергии. Постепенно, как выходили в рынок большее число клиентов, на данный момент для юридических лиц торгуют восемь торговцев электроэнергии. Так что это постепенно растет. Пока рынок не открыт, торговцу электроэнергии невыгодно свои деньги вкладывать в систему, если неизвестно еще, откроет, не откроет, по каким правилам откроет рынок. И когда уже все ясно, тогда он вкладывает свои деньги. Балком уже с прошлого года продает электроэнергию для частного сектора. они конкурируют на рынке. Да, но у них были и другие услуги, то есть они занимались не только этим. Да, конечно. В пакете, то есть там риски все-таки как-то немножко компенсированы друг другом, если что. Да, верно. И завязаны на один счет, наверное. Да, но это не только проблема, но это и выгода. Это один счет, одна плата за плату за эти услуги. Вместе в одном счете, в один раз ты меньшее время тратишь, ты меньше денег за конкретные платежные услуги тратишь. Так что это и выгода. У нас есть звонки, давайте принимать. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как и все жители Латвии, я являюсь клиентом вашим. И, знаете, живу я в пригороде Риги. И любой ветерок, любой снежок, ну, отключается электроэнергия, не работают котелы, интернета нет. Я по 10 штук смс-ок получаю, да, там от вас. Ну, а хватит ли у вас технических возможностей, чтобы еще обслуживать кого-то? Вот у меня такой вопрос. Тарифы повышаются, а вы как бы свой технический, ну, я не знаю, вы ничего не повышаете. Да, ну, видимо, клиент Латвы Энерго, я так понимаю. Ну, независимо от того, клиент какого торговца электроэнергией, мы доставляем электроэнергию. Что мы делаем, чтобы увеличить качество наших услуг? Это то, что мы, у нас есть программа, кабельная программа, когда мы воздушные линии, средневольтовые воздушные линии вкладываем в кабели, особенно в те места, где есть леса, чтобы как меньше, как можно меньше было этих повреждений наших линий, чтобы, ну, но это... То есть вы кабель вкладываете под землю? Под землю, да. Но это такой процесс нескорый все-таки. Да, конечно. Довольно долго все это продолжается. Я тоже знаю эту проблему изнутри, поэтому, ну, могу сказать, что не быстрое решение. Есть два варианта. И довольно дорогое для потребителей. Да, есть два варианта. Или это все сделать два года, но тогда надо поднимать тарифы, или это постепенно, у нас это 30-летняя программа, когда мы постепенно укладываем все линии, которые в лесной местности в кабели. И это, ну, постепенно увеличит качество для каждого потребителя, но это пройдет время. Да. Вот если, допустим, есть многоквартирный дом девятиэтажный, и жильцы разделились там, допустим, один хочет с одним быть поставщиком энергии, продавцом энергии, а другой с другим, что делать, как в этой ситуации быть, как определяться? Да, если вы еще на данный момент покупаете, например, электроэнерго, вы можете выбирать, какого торговца электроэнергии вы хотите. Видите, счетчик, который в многоэтажном доме стоит, это наш счетчик распределительных сетей, вы можете спокойно выбирать себе самого подходящего торговца, самый подходящий продукт его. То есть, может одна квартира выбрать одного, другая другого? Да, можно выбирать. Каждая квартира своего торговца электроэнергии. Единственное, что если дом общий, есть один общий счетчик для дома, и электроэнергии вы получаете свою квартиру по контрольным счетчикам, который устанавливает дом управления, тогда только дом управления покупает на рынке электроэнергии. Но это отдельные дома. Хорошо, но если дом будут обслуживать несколько продавцов энергии, они же будут использовать одну инфраструктуру, все равно одни провода, условно говоря. Да, я уже говорил, что инфраструктура, это наша инфраструктура распределительных сетей. Независимо от того, кто продает электричество, счетчики наши, кабели наши, провода все наши. Вы будете тогда получать из того клиента, из того клиента плату? С любого клиента. Они не будут делить ее? С любого клиента плата идет через торговцы. Но полностью, да, имеете в виду? Полностью? Да. А если их будет 8, вы 8 раз больше получите, получается, за эту инфраструктуру, за использование? Нет. Мы получаем за инфраструктуру точно так же, как и сейчас. У нас конкретная цена за услуги наши, которые утверждены, и клиент платит только за то, сколько он получил. Например, на тариф Т1 наша часть системных услуг 5,64 евроцента за киловатт-час. У нас в гостях, напомню еще раз, директор по договорам с клиентами Садал и Стыклс, Вэнс Клейкал, и здесь, пожалуйста, звонки. Слушаем. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Понимаете, вот у меня 90-квартирный дом. Несколько лет назад, году 5 или 6 уже не... Взяли, вынесли все счетчики в один подвал, заперли их там на железный замок, я к нему не имею доступа. И был у меня такой случай, что меня больше двух недель дома не было, а цена все равно пришла за электричество такая, как будто бы я дома. Пытался осмотреть, доказать ничего не могу, и вот теперь я перейду к тому или к другому, я все равно не могу контролировать, так сказать, свои собственные расходы. Это первый вопрос. А второй вопрос. Государство, озабоченное проблемами нас, вот, простых людей, периодически Латвенерго забирает часть прибыли, ну, на наши, ну, да, конечно, на наши, и дальше будет забирать, и расти будут тарифы, или как? Ну, насчет того, что прибыль государства берет это их права, потому что он собственник Латвенерго, Латвенерго, но если смотреть на конкретно ваш дом, да, мы постепенно стараемся вынести счетчики на таком месте, где мы можем к ним подступиться, особенно если эти счетчики в квартирах, то там очень трудно до них добраться, но если мы вынесем счетчики в конкретное помещение, то домоуправляющий обычно имеет ключи, и если вы хотите подойти к этому счетчику, вы можете домоуправляющего спросить, и он вас допустит до них. Да, пожалуйста, еще звонки, слушаем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что все гораздо проще. Вот все это повышение энергии, увеличиваются поставщики энергии, да, электричества, а электростанций-то новых нету, за счет роста продавцов повышают цену. Вот и вся проблема. А вы нам тут рассказываете какие-то... Пожалуйста, если хотите, можете прокомментировать. Ну, раньше мы покупали молоко в одном магазине, в одной сети магазинов, там был потребительский союз. На данный момент мы покупаем в любом из магазинов, но это уже большие сети, много разных продавцов, это все нормально. И в электричестве та часть, которая может быть в рынке, которая может конкурировать, чтобы снизить цены, это часть торговли электроэнергией, производства электроэнергии, и это выставляется в рынок. То, что регулируемая часть, это сами сетевые услуги, это остается регулируемой монопольной ситуацией. Интересуются ли уже клиенты, скажем, переходом от одного продавца к другому? Да, конечно, интересуются. Уже каждый месяц, уже некоторое время... В Эстонии там какой-то был небольшой процент после открытия рынка, по-моему, около 6% перешли, поменяли продавца. Это процесс постепенный? Это постепенный процесс, это одно и другое, это зависит от предложений конкретных торговцев электроэнергии. Ну, а что имеется в виду под предложением? То есть, будет ли это дешевле или что? Да, конечно. У людей еще существует такая психологическая зависимость. Вот, например, даже взять пример с Рижским домоуправлением. Очень многие остаются просто потому, что они уже знают, они уже привыкли, они уже не хотят идти к частнику. Ну, и потом там есть какая-то надежность, все-таки это муниципальная, более приближенная структура. Так и тут. Латвэнерго все-таки государственная, вроде как не развалится, ничего там с ним не станет, поэтому лучше я буду с Латвэнерго. Даже если там дешевле, в другом месте будет. Ну, конечно, это решение самого клиента, что он решит, покупать у одного торговца электроэнергии или у другого. Но, конечно, если ты привык покупать у одного, то труднее пойти к другому. Но мы в прошлом году, в конце прошлого года сделали опрос, и 77% знали о рынке уже в тот момент. И 55% из них рассмотрели так, что они могут поменять торговца электроэнергии, если это выгодно. Так что это довольно большой процент. Сколько поменяют, мне трудно сказать. Ну да, но вот сейчас мы уже знаем, что Латвэнерго огласила свои тарифные планы, так сказать. И теперь уже могут остальные игроки рынка тоже как-то ориентироваться на них, видимо. Но как вы ожидаете, будет ли там существенно снижены какие-то, может ли там быть какая-то более выгодная цена? Существенно выгодная? Существенно вряд ли, потому что эти цены, по-моему, довольно близки к рыночным ценам. И там большой выгоды сделать невозможно, но надо смотреть, какие пакеты и что там в этих предложениях входит. Может быть, там есть какое-нибудь еще добавление каких-нибудь еще услуг, и один счет на более большое количество услуг, это дает возможность в одном счету заплатить за все услуги в один раз. Это тоже выгода для клиента. Так что это разные предложения и разные варианты. Ну вот как, по-вашему, клиенты будут больше ориентироваться на какие-то договоры фиксированной ценой, допустим, или будут какие-то более гибкие варианты искать, там, где зависит, скажем, от биржевых колебаний и так далее? Я могу сказать, что я, наверное, пойду сам лично на фиксированные цены. Если маленькие потребления, то рыночные цены большой выгоды не дадут. У меня потребление, мое потребление такое среднее, так можно сказать, выше среднего для частного сектора, и не очень большой, но все же я думаю, что я просто выберу какую-нибудь фиксированную цену. Еще звонок, пожалуйста, слушаем. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я у вас полностью согласен с предыдущим радиослушателем, что создана куча посреднических фирм, которые ничего не производят, а просто живут за счет нас. Вопрос следующий. А вы можете конкретизировать ситуацию конкретно? Мы предлагаем постока, все предлагают постока, у нас дешевле так, а там так. Да, ну я напоминаю, что у нас в гостях директор Садала Стыклс, директор по договорам с клиентами. Садала Стыклс, то есть оператора, поставщика энергии, а не продавца. Поэтому мы будем приглашать и продавцов тоже, поэтому конкретизируйте свои вопросы, но если хотите, можете прокомментировать. Да, ну это зависит от предложения торговцев, электроэнергии, мы просто доставляем электроэнергии. Просто мы не можем сейчас сказать вам конкретные тарифные планы. Вот недавно в новостях вы слышали о том, что предложила Латвэнерго, мы вам сообщали об этом. То есть вот так вот по каждой компании, каждая компания будет оглашать свои тарифные планы, свои какие-то льготы, свои условия и так далее. Вы постепенно узнаете. Это информационная компания, я так понимаю, начинается вот буквально там в эти дни, как-то в ближайшее время, да, чтобы все успели до 15 марта более-менее определиться. То есть если кто-то не хочет определяться, тот может и не определяться, как мы поняли. То есть он может продолжать оставаться клиентом, там условно Латвэнерго, например, и для этого ему надо все-таки что-то позвонить куда-то, написать куда-то, СМС-ку отправить, что там нужно сделать. Если он ничего не сделает, он остается у того же торговца Латвэнергии на универсальные услуги. Если он хочет выбрать другой продукт конкретного торговца Латвэнергии, то он должен это сообщить. Я имею в виду сообщать о том, что я остаюсь с вами, не надо, да? Не надо. Где-то я читала, просто что вроде нужно было что-то отправить или позвонить куда-то и сообщить что-то. Нет, для частного сектора. Или это по умолчанию будет? Это по умолчанию. Если ты не выбрал конкретного торговца, то ты остаешься у того же торговца, у кого покупал до сих пор. Хорошо. Что делать тем, кто, допустим, вот как звонила наша слушательница, у кого будут проблемы? Вот он поменяет, например, себе продавца электроэнергии, но инфраструктура по-прежнему ваша, и, соответственно, будут обрывы, например. Куда ему теперь звонить? То есть раньше там звонили, условно, в Латвуэнерго, а сейчас куда? Все же будут продавцам звонить, а не с оператором? Да, продавцы могут в своих договорах или в своем домовом листе указать и на что номер, куда звонить по неполадкам, это наш номер 800-200-404. Еще раз назовите, пожалуйста. 800-200-404. Это будет для всех клиентов, это наш номер. Если сам торговец электроэнергией хочет принимать... Участие в ликвидации. Принимать участие, не в ликвидации, но конкретно принимать эти телефонные звонки, то он это может, но он все равно сообщает потом нам, чтобы мы ехали, ремонтировали, восстанавливая то, что там поломалось. Еще звонки, пожалуйста, слушаем вас. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Можно вопрос вашему гостю? Совсем не слышим вас, пожалуйста, как-то или погромче, или, не знаю, вас не слышно. Можно ли вопрос вашему гостю? Да, вы уже в эфире. Говорите, пожалуйста. Да. Я понимаю, что есть, например, толк какой-нибудь покупать электроэнергию у продавца, который сам продает электроэнергию. Например, то есть производит электроэнергию. Ну, например, это могла быть Литва, это могла быть Эстония, это могла быть Финляндия и так далее. А как, например, можно покупать электроэнергию у того предприятия, какого-нибудь латышского, который сам не производит, а сам покупает эту энергию и перепродает мне? Ну, какой толк от этого? Скажите, пожалуйста. Рынок электроэнергии работает таким способом, что все производители электроэнергии торгуют ее в бирже. И уже в бирже покупают торговцы электроэнергией, и большие клиенты тоже покупают в бирже электроэнергию. И вот те торговцы, которые покупают в бирже и продают дальше эту электроэнергию. В бирже, в принципе, покупают электроэнергию, если не ошибаюсь, все торговцы электроэнергии. Ну, Латнерго часть электроэнергии производит сами, часть покупает. Это нормальные действия рынка, когда ты покупаешь в бирже электроэнергии и продаешь дальше по праздничной цене. Хорошо, если клиент не решил менять себе продавца, но он ничего не сообщает никому, то к какому тарифу он автоматически будет подключен? Это универсальная услуга, если не ошибаюсь, 16,9 евроцент за киловатт-час. Это для Латнерго? Это для Латнерго. Если у тебя был до сих пор Латнерго, то Латнерго универсальная услуга 16,9 евроцент. То есть автоматически, если вы не сообщаете ничего никому, то вы подключаетесь именно к этому тарифу универсальный. А у других операторов он должен быть, вот этот тариф, такого рода тариф? Операторов, которые, то есть у всех торговцев электроэнергии, которые хотят продавать для частного сектора электроэнергию, должен быть один тариф универсальной услуги. Для тех клиентов, у которых кончился договор, они остаются у того же торговца на универсальной услуги. Но он может быть больше или меньше, да? Он может быть любой. Любой. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Значит, если у меня будет новый поставщик энергии, значит, я буду оплачивать ему за энергию и вам за... Поставку. Поставку, да. За поставку. Значит, если я буду вам тариф оплачивать, а ему не буду оплачивать, у вас будут какие-то возможности меня отключить? Да. Или это к вам не будет относиться? В Латвии система такова, что независимо от того, который торговец вам торгует, в счету этого торговца будет три составляющие. Наша часть – это системные услуги, обязательный вкуп и электроэнергия. Так что все вы будете платить торговцу электроэнергией. В одном счете. В одном счете. И если вы ему не будете платить, то торговец электроэнергии вам предупреждение высылает. И если вы не реагируете, он может нам сообщать, что этого клиента надо отключать. То есть это будет не два счета, а один в любом случае? Один счет. В Латвии один счет. Это как можно проще для частного сектора, для каждого клиента. Проще, дешевле. Там же еще услуги АУКС при Думатыклс. Это в нашем... Вашем уже заложены, да? Да. В нашем тарифе заложены услуги. Операторы передающей сети, да? Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Я оплатил Латвии Энерго, скажем так, за год вперед электричество. Получил премию. И за год вперед, там, условно, десятка латов в месяц, там, около 100 латов я уже оплатил, там, на 1000 кВт или сколько там вперед. Цена меняется с апреля. Как в этом случае обстоит моя уже авансом оплаченная электроэнергия, что мне придется доплачивать или не придется? Или я просто жду, пока мой счетчик докрутится до того момента, за который я уже заплатил? Угу, спасибо. Ну, как мы знаем, с 1 апреля цена меняется, но это, в принципе, больше вопрос торговца электроэнергии, потому что, если вы заплатили, то нам торговец электроэнергии сообщил, что до этого показания счетчика уже заплачено. И для нас, наш, мы получили свою зарплату, свою услугу до конкретного показания счетчика. Как будет делать торговец электроэнергии, это вопрос торговца электроэнергии. То есть туда нужно звонить лучше как? Как вообще человеку поступить? Лучше позвонить торговцу электроэнергии, то есть Латренерго, и спросить, будет ли перерасчет или все же, ну, так как он раньше уже заплатил, просто это будет... Ясно, спасибо. И еще один звонок, последний на сегодня, пожалуйста, слышим вас. Вот такой вопрос, если, допустим, можно... Мы вас плохо слышали, еще раз повторите, пожалуйста. Если, допустим, я не с одним заключаю договор, а с двумя или с тремя поставщиками, как вот в этом случае оператор будете вести? То есть вот, если такая... А можно так с двумя, с тремя сразу? Да, для каждого своего объекта, там для квартиры, для дачи, для гаража может быть другой торговец электроэнергии. Не, ну я имела в виду один... Ну да, все понятно. Для частного сектора в одном объекте на конкретный счетчик один торговец электроэнергии. Но если у тебя дом, квартира, дача, ты можешь в каждом месте покупать с отдельного, с другого торговца электроэнергии, и это разрешается. Разрешается и... Торговец электроэнергии нам сообщает конкретно для вас, конкретное лицо и конкретный объект, для которого он торгует электроэнергией. Спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях был директор по договорам с клиентами предприятия Saddle и Stickles, Vance, Clay, Caledys. Спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok